Этот рой напоминает пчелины, но на видео атакует мошкара. Автор из Кукмарского района вспоминает, такой налет насекомых в последний раз был в 92 году. Такая же ситуация еще как минимум в двух районах, Балтасинском и Арском. Насекомые пришли вместе с жаркой погодой. Кусаются, кусаются, очень сильно кусаются. Что приходится делать? Ну, одеваться потеплее. Обрабатываем медикаментами, прежде чем отпускать скотину в паспище. Сегодня жара чуть спала, дожди ослабили атаку насекомых. В ветеринарных аптеках товаром номер один стали специальные спреи от мошек. Фармацевты советуют закупить спецсредства, иначе мошка может прокусить бюджет фермера. Потом мастит у коровы и приходится очень долгое лечение. И молоко нельзя будет сдавать потом уже. Убытка будет больше, чем не обрабатывать. У нас вообще ничего не осталось почти. Этот все разобрали. Только остались. Вот финистил остался, и все. Но завтра у нас будет привоз. В аптеках Нижнекамска тоже ажиотаж. Противоаллергические сметают с полок. Невозможно выходить. Дома сидим. Ну, тогда это срочно надо, только тогда выходим. Вечером именно вот сильная мошкара. Он прям сильный. Вот он даже, видите, какой бомбер появился тоже. Укус вызывает сильный зуд. Это реакция на слюну мошки. При аллергии возможны отеки и даже нагноение. Ежедневно из-за укусов к дерматологам Нижнекамска бегут до 10 пациентов. Бывают тяжелые случаи. Нам приходится госпитализировать в стационар. Если есть возможность приложить лед на место укуса, можно выпить антигистаминный препарат возрастной дозировки. И если уже отек очень выраженный, есть болезненность или даже поднялась температура, то, конечно, обратиться к врачу. В Роспотребнадзоре Нижнекамска заявили, городские парки и скверы от мошек не обрабатывали. Их укус считается безобидным. Поэтому спасение от насекомых – дело рук самих насекомозависимых. Они не являются переносчиками инфекционных заболеваний. Вот пройдет неделю-две эта мошка исчезнет. По собственному опыту говорю. Запастись спреями, противоаллергическими средствами и перетерпеть – таковы главные советы специалистов. В июне завершится вегетативный период насекомых. Дальше их число должно сократиться. Альбина Винебаева, Александр Лобанов, Наталья Лушникова, Пахри Исламов, ТНВ, Балтасинский, Высокогорские районы, Нижнекамск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова